Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. Сегодня я расскажу вам о последних новостях Форза Хорезен 4 и о прохождении нового Форзафона. Первое, о чём я расскажу, это выход обновления с 23 по 25 октября. Кстати, обновление касается обладателей и Xbox One и ПК. Первое нововведение это так называемый Horizon Road Creator. Говоря русским языком, в игру добавили возможность создания собственного маршрута. Примечательно то, что возможностях вас ограничивать не будут. Протяжённость одного маршрута может составлять до 40 миль. Также в игру добавили новую историю Horizon. Называется она British Racing Green и открывается после 50 уровня. А включает она в себя чатовую фразу, уникальную одежду и автомобиль Bentley. Также к празднованию Хэллоуина добавлено 10 новых вариантов одежды и 5 новых гудков. Ну а последнее нововведение относится к сезонам Horizon. В игру добавлено 20 новых сезонных ивентов, новые испытания Farzafone Live, 3 новых автомобиля Farzafone Edition, ну и куча всякой ерунды типа гудков, одежды и эмоций. Также в игру добавлено много мелких исправлений, которые опять же касаются и обладателей Xbox, и обладателей ПК. Также начинается новый сезон ранговых гонок, о них я рассказывал в отдельном ролике. С новостями закончили, теперь можно перейти к новому Farzafone. Сезонный раритет находится неподалёку от фестивальной площадки. Не буду рассказывать что там внутри, но это того стоит. Среди сезонных заездов в этот раз 3 чемпионата и 1 сезонная выходка. Кстати, в этот раз призы подготовили покруче. За первое место против Драйватара уровня непобедимый в командном ролейном спринт-кроссе вы получите ужаснейший костюм Зелёный Человек. За первое место против Драйватара в уровне Эксперт в Суперспринте в Котс Уолтс вы получите 5000 кредитов, автомобиль Твин Милл и гудок в пещере Горного Короля. Ну а за первое место против Драйватара в уровне Эксперт в спринте по Эдинбургу вы получите 5000 кредитов, Ниссан ЖТР 71 года и гудок в фургончик с мороженым. Ну а теперь я расскажу вам как пройти новый Farzafone, который непонятно когда начинается и непонятно когда заканчивается. Первое испытание называется Большой Поклонник. Для его выполнения вам понадобится любой автомобиль категории культовой машины. Ну а всё что нужно это просто выехать из гаража на нём. Второе испытание называется Зависть. Ну и здесь снова всеми любимые условия. На автомобиле категории культовой машины вам необходимо набрать 5 миллионов баллов за технику. В первую очередь рекомендую последовать совету предыдущего ролика и гупить хижину Охотника. Кстати спасибо Владу за то что подсказал где она находится. Благодаря этой хижине на радиостанциях начинают играть специальные треки, которые увеличивают множитель техник до 10. Ну а дальше кто на что гораст. Скажу честно это одно из самых выматывающих испытаний из этой игры. У меня ушло около часа катания по магистралям, дрифта по холмам и лавирования в потоке машин. Надеюсь разработчики хорошенько подумают и перестанут над нами издеваться. Следующее испытание называется Умный в гору. Для его выполнения вам необходимо найти спринт кросс в холмах белой лошади. Ну а для выполнения этого испытания вам необходимо выиграть этот заезд на машине категории культовая. Следующее испытание называется Любимец фанатов. Чтобы его выполнить вам необходимо продемонстрировать технику сорвиголова 10 раз на автомобиле категории культовая машина. Чтобы выполнить эту технику вам необходимо чередовать технику на грани пола в быстрой последовательности. Говоря простым языком вам необходимо пролетать мимо проезжающих автомобилей на большой скорости. Ну а теперь о призах. Как всегда, здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую супер игру за 150 очков. Также в этот раз можно увидеть две легендарных шмотки. Это шляпа ведьмы и нос ведьмы за 75 очков. Также за 160 очков можно купить Ferrari F355 Berlinetta. Ну и главные призы этот фарзофон это Lamborghini Raventon Forza Edition. Ну а на этом всё, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий фарзофон, который, как я думаю, стартует 1 ноября. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.